МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мэр Нью-Йорка Деблазио объявил сегодня, что в новом школьном году все занятия в городе будут проходить уже в школьных классах, и преподавания по интернету больше не будет. В настоящее время большинство учащихся Нью-Йоркской, самой большой школьной системой в стране, занимается по интернету. Из миллиона школьников города дома оставались 600 тысяч, однако 13 сентября Нью-Йорк полностью вернется к прежней системе образования. Еще совсем недавно звучали апокалиптические предсказания о том, что многие школьники не пойдут в классы, и в следующем году оппозиция школьных профсоюзов обучению в классах казалась непробиваемо сильной. В этой связи была мощная кампания прежде всего республиканцев и многих родителей, настаивавших на возобновлении нормальных школьных занятий. Как установлено в результате и последних исследований, учеба по интернету не только малоэффективна, но и продолжительная вынужденная изоляция детей является опасной для их психики. На прошлой неделе штат Нью-Джерси объявил, что осенью отменит удаленное обучение. Произошло это после аналогичных объявлений в Коннектикуте и в Массачусетсе. А сейчас явно пришла очередь и штата Нью-Йорк, хотя пока прозвучало объявление со стороны города Нью-Йорка. В нынешнем году, согласно оценкам, 3 миллиона школьников вообще перестали посвящать занятия в любой форме. В первую очередь это были дети из семей с самыми низкими доходами, афроамериканцы, латинос. У них с самого начала были проблемы с обучением по интернету, иногда плохие компьютеры или недостаточно быстрый интернет, но также и многие другие причины. Многие из этих школьников не вернутся уже и при возобновлении традиционного обучения. 3 миллиона переставшие заниматься – это приблизительно школьное население такого штата, как Флорида. В Сенате сегодня пытались реанимировать переговоры по ассигнованиям на развитие инфраструктуры, но успеха не было. Закон о строительстве дорог, мостов, аэропортов обычно имеет наибольшие шансы на успех и согласие обеих партий. Необходимость развития инфраструктуры признают все, тем более, что эти законы выделяют федеральные миллиарды на выгодные республиканцам и демократам контракты в их округах. При этом администрация Байдена как бы пошла навстречу республиканцам. Предложения по развитию классической инфраструктуры первоначально оценивались в 2 триллиона и 250 миллиардов, а только что Байден снизил свой запрос на 550 миллиардов, то есть на традиционную инфраструктуру демократы теперь хотят выделить триллион и 700 миллиардов. Пока что демократы при этом смогли принять только один закон, закон о стимулах. В марте он принимался как поправка к закону о бюджете. Для принятия таких поправок в Сенате требуется только простое большинство голосов, которые у демократов имеются. Первый нынешний закон об инфраструктуре тоже касается ассигнования из государственного бюджета, но провести в Сенате как поправку к бюджету еще триллиона и 700 миллиардов долларов сложнее, в том числе и с политической точки зрения. И в данном случае демократы стараются или демонстрируют, что стараются переубедить республиканских сенаторов. Не в последнюю очередь Сьюзан Коллинз из Мэйна. Она иногда голосует вместе с демократами. Но Коллинз заявила, что траты, о которых говорят демократы, являются явно чрезмерными. В необходимые расходы на инфраструктуру демократы к тому же включили социальные программы во второй законопроект. То есть общие расходы должны составить аж 4 триллиона. Это, согласно Коллинз, слишком большая сумма. И к тому же, по ее мнению, поведение администрации не является честным. Потому что программы на полтриллиона, от которых Байден как бы отказывается в новом предложении на деле, просто переносится в законопроект о повышении американской конкурентноспособности в научной и технической областях. О котором в числе многих других администрация тоже объявила. Сегодня в левых средствах массовой информации много заголовков о том, что для Байдена, что у Байдена сейчас наступил принципиально важный момент, который может определить все его президентство. С приходом в Белый дом Байден выдвинул огромное количество всевозможных предложений, начиная с эмиграции вплоть до новой медицинской реформы. Пока что, однако, был принят только закон об экономических стимулах, в связи с которым мы вот получили чеки по 1400 долларов. Байден также выдвинул нынешний проект развития классической инфраструктуры, так же как и так называемой инфраструктуры социальной, то есть социальных программ. Имеется законопроект о гражданстве для нелегальных эмигрантов, о резком расширении рамок субсидирования государством медицинской страховки, о реформе процедуры выборов, когда центр получит огромную власть по сравнению со штатами, законопроект об усилении проверок для покупающих оружия, не говоря уже о всевозможных инициативах по климату. Но если не появится возможность принятия этих законов в ближайшем будущем, то перспектива их будет в будущем еще более слабой. Сейчас конец мая, скоро летние каникулы Конгресса. Осенью большое внимание будет отделяться битвам по обычному бюджету, но главное, что тогда уже в повестку дня все больше будут вставать промежуточные выборы следующего года. В результате их демократы могут легко потерять свое минимальное большинство в Сенате. В общем, демократам очень нужно продвижение в Конгрессе, хотя бы по каким-то из этих законов, иначе вся масштабная программа Байдена может задохнуться. Завтра будут отмечать годовщину со дня гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда, протесты в связи с которой привели к резкому обострению расовых отношений в крупных американских городах. С выходных уже проходят всевозможные мероприятия, посвященные годовщине, а завтра в не совсем благополучных районах на улице, может быть, выходить особенно вообще не стоит. Демократы в начале весны надеялись на возможность принятия именно к завтрашнему дню закона о полиции, в котором вводятся жесткие ограничения на то, что полицейские могут делать, но в числе массы других законопроектов, и этот в Конгрессе не продвигается. Начавшийся год тому назад начавшееся движение против так называемого организационного расизма в полиции требует сокращения ассигнований на полицейские ведомства. В таких городах, как Лос-Анджелес, это произошло, но в результате этого и других факторов был резкий взлет преступности. В Лос-Анджелесе сейчас ассигнования на полицию были вновь расширены. Такой же процесс сокращения ассигнований, взлет преступности, затем возвращение к найму и новых полицейских происходит и в других местах. И единственным, наверное, исключением безвозвратного движения является Сент-Луис в Миссури. Там имеется самый высокий уровень убийств по стране, и этот нынешний уровень убийств самый высокий для самого Сент-Луиса за последние 50 лет. Но в Сент-Луисе местное руководство намерено под влиянием протестного движения еще больше снизить намеренно ассигнования на полицию и также вообще закрыть городскую тюрьму. В прошедший уикенд в Америке было 12 случаев массовой стрельбы. По крайней мере, 11 человек убиты, 69 ранены. Стрельба была, например, в Нью-Джерси с двумя убитыми, 12 ранеными на празднование дня рождения какого-то 32-летнего молодого человека. Происходило это в городе Фарфилд, недалеко от Кэмдена. Приглашены на празднование были как бы все желающие, пришли несколько сотен человек, но их тот стал стрелять. Вандализм, грабежи, столкновения с полицией были во время стихийно возникшей как бы всеобщей вечеринки в Калифорнии в Хантинген-Бич под Лос-Анджелесом, где веселились, пили, курили, а затем участвовали в столкновениях больше двух с половиной тысяч человек. В следующей части о новой информации о начале эпидемии коронавируса. Оставайтесь с нами!